Сегодня мы с вами протестируем практически неосезаемую и невидимую тональную основу, ну, по крайней мере, по заявлениям производителя, и я сейчас имею в виду новую тональную основу от Dior, которая называется Dior Skin Forever Undercover. Я назвала эту тональную основу новой, хотя, в принципе, она вышла в начале 2018 года, но у нас она появилась только вот относительно недавно, поэтому я, собственно, и называю ее новой. Эта тональная основа сейчас у меня на лице, но вы посмотрите и нанесение, и стойкость на протяжении дня, и макросъемку при дневном освещении. Максимум информации я вам попытаюсь дать, но перед тем, как мы с вами приступим к тестированию, если вы здесь впервые или еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на кнопку подписаться вот там вот внизу. Рядом можно нажать сразу и колокольчик, тогда YouTube сразу будет оповещать вас, как только выйдет мое новое видео. И на этом у меня, в принципе, все, поэтому мы с вами можем приступать к тестированию. Что ж, для начала давайте глянем на факты по поводу этой тональной основы. Сделана она во Франции, объем здесь 40 мл, что на 10 мл больше стандарта в тональных основах, и я себе взяла оттенок номер 20. Что касается ее внешней упаковки, то здесь все довольно стандартно для компании Dior. Это такая темно-синяя упаковка с серебром. Что касается упаковки самой тональной основы, то я знаю, что многим она может не понравиться, так как эта тональная основа упакована в пластик. Я знаю, что есть огромные почитатели именно стекла с помпой, но здесь именно такой формат, и указано, что ее нужно хорошо встряхивать перед тем, как наносить, и также срок годности у нее 12 месяцев после открытия. Что касается свойств этой тональной основы, то здесь все очень масштабно. Если посмотреть на официальный сайт Dior, то здесь написано, что это жидкая тональная основа с совершенным покрытием 24 часа. Сочетает максимальный контроль за цветом кожи с натуральным матовым покрытием, которое выдержит испытания поцелуями и прикосновениями, испытания жизнью всю ночь, весь день. Флюидная, почти невесомая текстура насыщена пигментами высокой концентрации, что позволяет идеально корректировать цвет. Впервые средство с такой высокой плотностью покрытия практически неосязаемо и невидимо. Покрытие настолько же свежее и матовое, что вам даже не понадобится пудра. И если все это сократить и выжать из этого саму суть, то получается, что это будет матовый финиш, легкая текстура и плотное покрытие, а также стойкость 24 часа. Вообще, на самом деле, когда говорят о стойкости 24 часа, для меня это полное сумасшествие, потому что я не знаю таких людей, кому нужна стойкость тональной основы на протяжении 24 часов. Вот мне интересно, напишите в комментариях, вы когда-то носили тональную основу 24 часа? Ну, в смысле, они пришли там уставшие и уснули просто с ней? То есть вы реально чем-то занимались, они просто спали лицом в подушку, что нужно было, чтобы тональная основа на протяжении такого долгого времени хорошо держалась и красиво выглядела на лице. Вот у меня таких ситуаций никогда в жизни не было. Я сегодня постараюсь максимально долго, насколько я смогу ее протестировать. Что касается ее текстуры, давайте я сейчас ее слегка выдавлю на палитру. И тональная основа это, ну, я бы не сказала, что сильно жидкая. Да, она вот так вот течет по палитре, это видно. Но в то же время она не такая прям уж бегущая, как, например, тональная основа Face & Body, что довольно странно, в принципе, и я здесь имею в виду именно объем. Обычно больший объем дают тогда, когда тональная основа очень жидкая. И именно вот в таких вот форматах. Но здесь я не вижу, чтобы она прям была совсем жидкая, поэтому то, что здесь 40 мл, это действительно может быть такой джекпот. Оттенок я уже вижу, что, скорее всего, будет для меня слишком темный, но на моем канале это не редкость, потому что, я не знаю, я вот просто психологически не могу заказать тон, который выглядит очень бледным в интернете. Я всегда заказываю себе то, что выглядит немножко более телесным. И иногда не угадываю, естественно, потому что я заказывала, как я и сказала, это все в интернете, на сайте Натина. И наносить я, кстати, это буду спонжем от Nabla. И пока не слишком разошлась я с точками по лицу, потому что вроде бы, как нам обещают, очень тонкую текстуру, но при этом очень плотное покрытие. Поэтому давайте изначально посмотрим, на что она способна. Я, кстати, никакой праймер не использовала для того, чтобы ничего не создавало конфликты с этой тональной основой, то есть чтобы мы посмотрели именно, как она сама по себе себя ведет. Кстати, оттенок я не могу сказать, что прям, ну, совсем ужасно мне подходит. Что ж, первые впечатления у меня достаточно позитивные, потому что эта тональная основа действительно имеет такое хорошее среднее покрытие. Я не могу сказать, что оно прям плотное, но в то же время это и для меня и не минус. Мне не нужно супер плотное покрытие. Вот того покрытия, которое она мне дает, мне как раз идеально достаточно. У нее сразу я вижу такой приятный бархатисто-матовый финиш, но в то же время нет на коже такой противной сухости или шероховатости, текстурности кожи. И если вы не знаете, у меня кожа склонная к сухости, поэтому я чаще себе выбираю какие-то более сияющие тональные основы. Тем не менее, мне нравится, как сейчас выглядит тональная основа на мне. Вполне возможно, что с течением дня она немножко больше начнет сиять. Ну, как бы там ни было, я в любом случае сейчас добавлю еще хайлайтер, поэтому какие-то определенные зоны я подсвечу. Но так как нам обещают 24 часа стойкости, по идее она должна хорошо продержаться на протяжении дня. И также один из ее плюсов, это очень хорошая работа с порами. Вот, по крайней мере, на носу у меня прям все стало очень таким гладким. Вот в этой зоне тоже немножко сгладилась текстура, не могу сказать, что она прям исчезла, а на носу как раз-таки этот тон очень хорошо выглядит. Вот прям можно ему пятерку поставить. Единственный минус, с которым я столкнулась, вернее, как, это не то, чтобы прям минус, это скорее особенность этой тональной основы, она достаточно быстро схватывается. Если наставить себе вот так вот точек, то когда вы начнете работать с одной зоной, на остальных уже тональная основа начнет подсыхать. И когда дело дойдет до них, у вас уже могут образоваться такие пятна, скажем так, вот пигмента, которые потом прям вот так вот хорошо нужно будет растушевывать. Вообще по рекомендациям нужно наносить эту тональную основу либо пальцами, что я ненавижу просто делать, я это никогда не делаю, либо кистью. Вот кисть как раз-таки здесь может сработать вам на руку, потому что она прям вот так вот растягивает хорошо тон, и с этой текстурой она может работать нормально. А сейчас я предлагаю сделать небольшой перерыв, ну для вас он будет ровно в одну секунду. Я закончу полностью макияж лица, и мы с вами уже перейдем к первым итогам. Макияж я закончила, и пришло время нам с вами серьезно поговорить и сделать какие-то первые выводы. Итак, что касается просто визуального эффекта от этой тональной основы, то я очень довольна ее результатом, при том, что я обычно не люблю матовые тональные основы, но здесь мне нравится, как она лежит. Во-первых, она легла действительно очень тонко, она выровняла текстуру лица, насколько это в принципе возможно, я считаю. На данный момент она не подчеркивает никакие мимические морщины, никуда не заваливается. Наоборот, я сейчас смотрю, например, на свой лоб, и он выглядит абсолютно гладким, даже лучше, наверное, чем без какой-либо тональной основы или с какими-то другими, которые я в последнее время использовала. И даже оттенок, в принципе, как будто подстроился под общий тон моего лица. И если изначально она была чуть-чуть темновата для меня, то мне сейчас кажется, что она вполне гармонично выглядит на лице. И покрытие тоже у нее действительно очень хорошее, потому что я сегодня вообще не пользовалась консилером. Те места, где я посчитала недостаточно еще покрытия, я взяла пальцем вот так вот нанесла точечно, и при этом им осталось абсолютно довольно результатом. В общем-то, много плюсов я перечислила, но у этой тональной основы, к сожалению, для меня, по крайней мере, также есть и очень большой минус, который вот так вот чашу весов сразу выравнивает, как минимум, а может быть даже и перевешивает. И это ее состав. Обычно, когда компания хочет создать какую-то очень легкую, практически неощутимую тональную основу, этого добиваются с помощью нескольких способов. Один из самых распространенных – это летучие силиконы и также спирт. Здесь в составе этой тональной основы есть и то, и другое. Здесь спирт находится на третьем месте в составе, что означает его высокое содержание в формуле этой тональной основы. И у меня сразу срабатывает такой тревожный звоночек в голове. Я знаю, что для меня, как для обладательницы, склонной к сухости кожи, я не могу сказать, что у меня сухая кожа, но склонная к сухости – это будет не очень хороший выбор. Поэтому, если у вас сухая кожа или даже кожа склонная к сухости, я вам рекомендую лучше не пользоваться тональными основами с высоким содержанием спирта, потому что это будет только усугублять состояние вашей кожи, и кожа будет становиться все суше, суше и суше с течением времени. Если уже у вас комбинированная кожа, возможно, вас эта проблема не затронет. И я, кстати, смотрела несколько обзоров этой тональной основы, и я смотрю, что больше всего она как раз таки нравится тем, у кого комбинированная кожа. Если вы знаете, что ваша кожа реагирует на спирт, вы замечаете, как она становится суше, тогда эта тональная основа точно не для вас. Мы даже можем не дожидаться конца этого видео и тест-драйва на целый день. Здесь сразу вы можете отметить, что это, к сожалению, не ваш вариант. Вместо этого я бы вам могла порекомендовать ту же YSL Tushikla. Вот эта тональная основа идеально просто подходит для обладательниц как сухой, так и такой склонной к сухости кожи, потому что она ощущается, как увлажняющий крем на лице, красиво выглядит, сияющий финиш. У меня на нее есть отдельный обзор, можете посмотреть. Что же касается этой тональной основы, то исходя из состава, она гораздо больше подойдет для тех, у кого комбинированная кожа, кожа склонная к жирности или жирная кожа. Тем не менее, учитывая то, что я вам сейчас рассказала, вы сами для себя должны сделать вывод, если вы абсолютно не обращаете внимания на составы, для вас это не важно, или вы знаете, что спирт не влияет на состояние вашей кожи, тогда смело можете ее покупать, я уверена, что она вам понравится, но в то же время, если ваша кожа негативно реагирует на спирт, и вы знаете, что она становится суше из-за этого, и вам это не нравится, то, конечно, лучше таких составов избегать. А теперь я предлагаю перейти уже к визуальной части, и сейчас я хочу показать вам эту тональную основу при дневном освещении, в макросъемке, чтобы вы посмотрели то, о чем я говорила несколько минут назад, как она лежит на лице, как она выглядит. Я считаю, что это очень красивый эффект, и для матовой тональной основы, которая лежит на моем типе кожи, я считаю, что это хороший результат. Ну и как я вам и обещала, мы сделаем еще и тест-драйв на целый день, сейчас у нас на часах 14.48, я эту тональную основу нанесла где-то приблизительно в 2 часа дня, и в конце дня я тоже обязательно сниму состояние своего макияжа, и сейчас вы можете смотреть на результат до и после, до это, как только я нанесла эту тональную основу, а после это уже в конце дня. И закончить это видео я уже хочу своими финальными комментариями в конце дня. Проходив с этой тональной основой 8 часов, я поняла, что это, наверное, лучший по стойкости тон в моей коллекции. Он не просто хорошо продержался, но также и не пересушил мне кожу, как, к примеру, это может сделать Estee Lauder Double Wear. И хотя сейчас и так сухой воздух в помещении из-за отопления, а также сезон шапок, шарфов и высоких воротников, вы все равно можете видеть, насколько впечатляюще хорошо выглядит этот тон в конце дня. И отдельный ему плюс за то, что он не изменил текстуру и не стал выглядеть маской. Но для меня, к сожалению, из-за состава это не будет выбором на каждый день, но однозначно я буду его использовать от случая к случаю. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и было для вас полезным. Обязательно поставьте ему палец вверх, если так и было. Если вы хотите подписаться на мой канал, это можно сделать, нажав на вот эту круглую иконку вот здесь вот. И также, если у вас есть немного времени, вы можете посмотреть какие-то другие мои видео. А если вы их уже смотрели, то мы тогда с вами увидимся в моем следующем видео через несколько дней.